Похоже, что одалживать новые деньги, а соответственно и рефинансировать старые деньги будет достаточно сложно и в конце этого года, и на протяжении 2012 года в частности. Важно пометовать о возможных негативных последствиях для украинских экспортеров. Украинская экономика, которая наполовину зависит от мировой экономики, потому что половину нашего ОВП мы получаем за счет экспорта, в конце концов рискует тем, что экспорт может начать резко снижаться, что явно негативно скажется на ситуации в нашей экономике. Помните по поводу того, что Европа является основным поставщиком прямых иностранных инвестиций в Украину. Вы можете сколько угодно быть недовольны, или мы можем быть сколько угодно недовольны тем, что огромная часть инвестиций приходит из Кипра, и это рефинансирование наших, может быть, собственных денег, но так или иначе, больше половины прямых иностранных инвестиций – это Европейский Союз, а Кипр – это Европейский Союз. Если оттуда заходят деньги и там есть проблемы, то, скорее всего, потенциально объем прямых иностранных инвестиций в страну может быть снижен. Как я вижу ситуацию сейчас, в следующем году мы можем рассчитывать на порядка 4 миллиардов долларов инвестиций, прямых иностранных инвестиций. Это меньше уровня этого года, где мы можем получить порядка 5,5-6 миллиардов долларов. И, может быть, это неплохо при колоссальной турбулентности в мировом экономическом пространстве, но все равно это совершенно незначительные суммы. Я думаю, что очевидно, что возможно сокращение прямых иностранных инвестиций, но все же есть потенциал для того, что мы можем поддержать приток прямых иностранных инвестиций, и прежде всего за счет сельского хозяйства. Я бы ожидал, что основной приток ПИИ, который будет заходить в страну, будет идти как раз в сельское хозяйство, потому что это традиционно в последнее время является сектором номер один для инвестиций. Украина имеет колоссальный потенциал, и украинское сельское хозяйство при правильной политике в сельскохозяйственной стране, при правильном решении вопросов, связанных с земельными вопросами, и имеет шанс на серьезное и перспективное развитие. Ну и тоже возможно, что интерес к Евро-2012 может поддержать Украину с точки зрения возможности привлечения прямых иностранных инвестиций. Я думаю, что колоссальные проблемы могут возникнуть с финансированием дефицита государственного бюджета в любой стране, в 2012 году в Украине в частности. Надо отдать должное правительству, которое активно снижало дефицит государственного бюджета на протяжении последних нескольких лет, и если в 2009 году дефицит государственного бюджета превышал 10% ВВП, то в прошлом году он составил порядка 6% ВВП, и в этом году, скорее всего, дефицит государственного бюджета будет около 4% ВВП, и правительство имеет планы по снижению, по продолжению и снижению дефицита госбюджета в следующем году, по крайней мере, то, что мы видим в бюджете, в проекте бюджета, до 2,5% ВВП, но даже эти 2,5% ВВП будет крайне сложно профинансировать на международных рынках заимствования капиталов. Может оказаться такая ситуация, что в 2012 году рынки заимствования капиталов будут вообще закрыты для многих стран, в том числе и для Украины. С этой точки зрения правительство имеет как раз такую очень сложную задачу, связанную с тем, что 2012 год – это снова пик политического цикла, с одной стороны, с другой стороны, во время пика политического цикла большая часть правительств мировых не идет на резкие снижения затрат бюджетных, и в данном случае все равно дефицит придется иметь, но финансировать его будет достаточно сложно. Ну и я бы не исключал все-таки, несмотря на возможное продолжение сотрудничества с МВФ, и даже без него я бы не исключал то, что есть колоссальный соблазн у политиков украинских использовать те механизмы, которые используются и в Штатах, и скорее всего будет использован в Европе, и уже использован в Англии, это вот эти quantitative easing, количественное ослабление, когда Центробанк страны, в данном случае Национальный банк Украины, может захотеть или его могут заставить выкупать обязательства Министерства финансов. Но в условиях Украины надо четко помнить, что это не сработает. Это приведет к колоссальному раскрутке инфляции, то есть риск, в данном случае, если задействовать этот механизм, как делают европейцы или американцы, риск в условиях Украины состоит в том, что мы раскрутим очень резко инфляцию. Есть колоссальная разница между инфляцией 3%, которая есть, скажем, в Европе, и 7% или 8%, которая ожидается в этом году по инфляции в этом году в Украине. Более того, источник инфляции в развитом мире, это, как правило, быстрый рост заработных плат. В условиях Украины инфляция совершенно другого характера. То есть важным предостережением в данном случае для правительства является не дать возможности втянуть себя в игру, связанную с тем, что запускается вот подобного рода механизм раскрутки инфляции.